приветствую всех с вами холдым и мы продолжаем проходить игру тони бани другая история ну или зайчик другая история вот я будем принимать решение соглашаться ли на предложение ромки бяши уже честно я самого начала игры их так скажем недолюбливал и говорится моя недолюбливость именно нам еще при прохождении оригинальной игры обернулась с тем что мы померли вот чему это я просто мне в самого начала именно так скажем отношение к ним совсем не очень мне не хочется с ними каких-то дел иметь хоть они возможно нормальный донин там а именно ветки ромки показано что он на пацан нормальный именно говорится братка не бросит и т.д. но равно мне хочется отказаться да и и во вторых я узнал что если отказаться у нас будет куда больше контента чем если согласиться так я понял мододелы больше всего проработали путь когда мы идем против банки ну не чисто не ешь каемся с этими с ромкой спеши там куда больше контент так что ради вас и так скажем исходя из своих принципов я откажусь согласиться уже все соглашались а вот отказаться будет поинтереснее погнали ну чё там то ну чё ты там тоха дома быстрее на а то мы копыта на морозе от откинем пока ты его в облаках летаешь я конечно не трус но прогуливать школу не намерен не хочется лишний раз расстраивать маму кстати говоря тоже и вряд ли это приключение безобидное извините ребята но я вынужден отказаться не хочется прогуливать школу уж прость ой и чё это значит так дела не делаются тошек ой у меня хвостов много закрывать нужно я пытался найти хоть какое-то оправдание но по лицам ромки и бяши пони понял что они явно недовольны моим ответ глядя на них я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении которым оказался пару дней назад рома вздохнул полной грудью и жал кулаки бяжка прав бяжка прав так дела так дела пацаны не делают не они делают ребята подошли ближе ну дайте кто что и забьют за отказ нормально так отказался и вот тебе сразу в лицо получай о продолжаем вот надеяться звук сильно меня не перебивает так погнали ребята подошли ближе придать придаческая дрожь развелась по моему телу будто я будто меня катили ледяной водой главное не смотреть в глаза главные смотрите глаза усек на зря ты так решил мы же все все это раньше ради общего блага антоха мы же все это ради общего блага антоха мы же все это ради общего блага антоха мы же это мы же бригада ёптить как команда вольтрон прям как команда на или ты антошка и согласен с нами хорошо подумай на ладно никогда нельзя жаль и беда озвучки тут нет то что надо охрененное хорошо что и скоро добавим почти все актеры будут озвучивать все что озвучивают зайчика будут тут тоже присутствовать бяжа оскалил без зуб без зубы улыбку прищурив и без того узкие глаза без зубы улыбку у него там максимум двух зубов нет рома же ехидно ухмыльнулся сверля взглядом переносицу очков ветер свистел угнетаю нагнетая обстановку буду сам хотел услышать мои крики боли насладиться и согласен но просто но раз согласен то нахрен время тем нахрен время тянуть быстро собрался бы да и пошел на извините но мне правда школу надо я и так опоздал слыхал пробовать слыхал слыхал отпустим тошечка как отпустим тошечка как думаешь отпустим но за свой базар гнилой ему придется выучить урок подсознание вопила кричала рыдала умоляла меня убежать от них но ведь не смогу догонят побьют ну все петр иванов подставляйся петр и а путь фу ну все петр антонов подставляй сраченник были мне надо как-то немного привыкнуть я и все не могу нормально разделять их голоса я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар страх усилился заставляя сердце биться быстрее по подожди аж до удара я понял что в словах бяши что-то не так петр антонов вот и бля опять все испортил догадавшись что это наверное глупый розыгрыш я с опаской подошел ближе нормально так чё не так-то я тебе пидор я тебе пидор какой-то чтобы перед передо мной сраченники подставлять нет я просто имел ввиду бля молчи лучше наблюдая за выходками ребят я понял что это точно было шоу да у ромыча у нас ромка у нас вообще бы маэстро тот еще с этими спектаклями и как обычно в шоу жертва насмешек я что происходит вообще если бы не этот балбес все бы все получилось ладно тоха забей разыграть тебя хотели как видишь неудачно еще как удачно я уже был готов принять удар если бы не прозвучали бешеные слова бешкины слова скажи честно скажу честно у вас получилось с облегчением вздохнув я расслабил его грудную клетку но видишь ромыч нынче я не из ничего я не испортил зря ты братан отказался но дело твое топ и в школу если так важно только не пожалеем но только не пожалею об этом потом увидимся на все таки интересно что они задумали ну ладно ну блин нормальный ладно ладно нормальный пацаны нормально отпустили выжили рома и бяша ушли снова в оставь меня одного их ребячество серьезно напугало меня интересно какое дело не меня хотели впутать нет уж я им так и так благодарен за помощь с семеном но на поводу у них ходить не хочу обдумав произошедшее понял что же сильно опаздываю в школу надо торопиться да что ж такое скажу честно о и опять этот лысый точнее зайчья губа как его прозвали в фандоме ну хотя у него и правда зайчья губа его и милиционер так назвал вот а вот и школа в очередной раз приходи сюда и испытываю один одно и то же чувство я испытываю одни и те же чувства уныние безысходность рады только отсутствие семена и уверенность в том что я не получу очередной случайный подзатыльник или плевок в тетрадку этот подозрительный мужчина который раз ошивается возле школы интересно что он здесь забыл жулька о жулька ты тоже учиться пришла милота эту машину постоянно паркуют у школы возможно она принадлежит какому-то из учителей скорее всего нашей учительницы что мне кажется ну шо ж пошлите больше кажется ни черта нет погнали дальше школу зайдя в школу я снял верхнюю одежду повесил ее на крючок переодевшись и поднявшись наверх я вдруг в отражении окна увидел свой усталый и измученный вид как же все-таки сложно сосредоточиться на учебе когда с одной стороны тебя донимают хулиганы а с другой дети в масках животных а вот и нужный мне кабинет груди волнение свет лилось со страхом плотной паутины опутав легкие мешаясь делать нормальный живую вдох а может пойти домой да ну ладно хорошо я готов я готов 204 кабинет здравствуйте можно войти где шлялся петров не дав что-либо сказать или лилия павловна тут же задала резкий вопрос извините за опоздание я проспал следующий раз разговорами не отделаешься быстро садись и доставай учебники тех за партой а вытащил из рюкзака учебник литературы и положил его на парту классная работа от полина все остальные глаза то и дело не норовили посмотреть на полину смогу подойти к ней после урока надеюсь у меня хватит смелости начнем урок петров раз опоздал будешь отвечать на вопросы мысли о прекрасном резко обрубила классная руководительница ее слова словно клещи выхватили меня и поставили перед тем классом да хорошо я прочитаю тебе и пик эпиграф а ты назовешь произведение котором она принадлежит случается нередко нам и труд и мудрость видеть там где стоит только так где стоит только догадаться за дело просто взяться либо программа этой школы слишком отсталая либо я умен не по годам эта басня называется ларчик назови автора басне в каком и в каком году она была написана это ведь любой знает а сня написал крыло в тысяча седьмом году лилия павловна уделен удивленно посмотрел на меня и сделал какие-то пометки в журнале после чего снова обратилась пятерку ты заработал петров но за опоздание ставлю 4 что это же не без несправедливо честная пятерка есть возрожде есть возражение петров ладно с ней спорить бесполезно а когда тройки опусть опущусь нет лилия павловна обижена ответив я села и прислонил руки к лицу из головы никак не выходило предложение от рома много ли я упустил отказав ромка ведь говорил о том что это ради общего блага но кстати говоря да меня к ничьи спойлерить этот сюжет я не буду а как он довольно интересный с бяшей но с выбором именно вот этих вот предложения ромкиного предложения но в остальном в остальном большинство уже этот путь видели из-за этого я выбрал путь полина хотя конечно его тоже засняли но лучше все-таки взять самое интересное ромка ведь говорил о том что это ради общего блага хоть и трудно в это поверить может быть если бы я показал себя храбрецом полина бы стала лучше ко мне относиться сомневаюсь я очень на это сомневаюсь зная ее зная полина сто процентов было бы не в восторге от твоих действий девчонкам же нравятся плохие парни опять-таки если катю можно назвать такой именно любительниц подобных парней то полина точно нет она сто процентов бы тебя отшила за это что ты превращаешься в ромку такая уж она ну и кстати если уж такое дело я не так скажем немного ворвусь приставания пока что и сообщите задержка такая была я щасскую работают от хойкой я ее готовлю херцена фаера понимаете экспериментирую пытаюсь поставить моды кстати говоря если по если вам будет не лень может если что подсказать именно может чем проблема почему у меня моды не запускаются хочу просто и подготовить хойку чтобы она была у меня загашки чтобы если что мы видео записали буду будем проходить разные моды конечно я знаю что большинство самых смаковых модов и сценариев уже все просто по облизывали и это не так сильно будет популярно среди людей но все равно но точно не поле вот-вот она другая не такая как остальные девчонки она родственная душа я уже знаю что смогу обсудить с ней почти любую тему интересно чем она увлекается помимо игры на скрипке прибегу к приберегу к и этот вопрос для разговора с хорошо авдеева хорошо авдеева но пока ставлю точку журнале если принесешь домашнюю работу вечером выставлю пятерку или павлана павловна оглядела классы что-то снова отметила в журнале а где эти сегодня ответы более-менее хочет 4 4 хоть четвертные будет за что выставлять зазвенел звонок готовьтесь к следующему предмету урок окончен лилия павлана открыл другую страницу журнала и нам начала что-то писать повезло что я пришел под конец урок дома и не успел даже перекусить перед уходом перед уходом пойду попью воды что ли чтобы живот не так сильно урчал уже находясь в коридоре я услышал быстрые шаги донося вши доносившись из класса антон постой а это полина я был невероятно рад увидеть ее правда первый ко мне подошла она снова привет я не помешала тебе как полина вообще может помешать нет все хорошо я ничем не занять сейчас просто ты выходил из класса такой задумчивый серьезный но я и подумала что ты размышлял о чем-то важно да нет нет все нормально этот узнала узнать хотела это правда что на тебя напали в лесу вопрос оказался крайне неожиданным я думал что об этом никто не узнает никто не знает хотя а что я надеялся поселок маленький слухи быстро распространяются не желая особо вдаваться подробности я отвел глаза в сторону и отма отмахнулся да но ничего такого вот видишь тоже синяков нет ох антоша это было тебе идти со мной в эту секунду мне вдруг стало как-то неловко за то что в тот школьный день я бросил полину одну кстати говоря да тут такая интересная вещь что путь развивается именно все таки от выбора алиса хотя потому что большинство этот пути избрал серьезно кроме полина именно и это чертова плутовка просто яхо ворожила полин ты извини что я тогда ушел ничего не сказав я просто вспомнил что мама попросила побыстрее вернуться домой ничего страшного не я не обижаюсь полина поправила волосы и внимательно смирила меня взглядом знаешь антон мне так нравится когда ты погружаешься в свои мысли ты будто ходячая книга не пойми неправильно ходячая книга это как ну ты видишь мир не так как все остальные и как это связано с книгой но еще тем что-то постоянно в мыслях сам собой разговариваешь по твоему взгляду видно что ты даже в обыкновенной парте сможешь найти что-то особенное вот а именно тебе а чистый белый листок и я просто уверена что ты сможешь по этому листку написать огромное интересное сочинение будто ты пересказываешь какому кому-то свои мысли переживания чувства будто кто-то считает тебя как книгу мурашки побежали по телу как я мог могу пересказывать кому-то свои мысли не произнося при этом ни слова но ломание небольшое ломание четвертой стены вот о чем мы сейчас вот о чем ты сейчас думаешь а тебе ну честно отвечать не очень хотелось надо что-то придумать я вчера ужастик смотрел там спутница головного героя умерла жалко ее ее было пожалуйста только не спрашивай название только не спрашивай название ты смотришь фильмы ужасов в взгляде по и полины появилось явное удивление ну да посматриваю иногда а что ура я дошла человека которому тоже нравится такие фильмы я чуть не поперхнулся полина любит ужастики ну у каждого свои вкусы многие боятся их смотреть но меня если честно они успокаивают полина успокаивают страдания людей а по тебе не скажешь у каждого человека есть свои секретики не ожидав такого от полины я сам не заметил как сделал небольшой шаг назад ты мой секрет знаешь рассказ рассказ рассказывай теперь свой но и удивление медленно переросло в переросло в тревогу я снял очки делая вид что протираю их и думаю чтобы ответить и как никогда моя непоколебимая уверенность вы приятности нашего общения сменилась не непонятным чувством опасности полине не было ничего угрожающих вот ее слова дали повод вспомнить ночной кошмар все еще не давай все еще не надевая очки я взглянул напали это лицо и стесняйся об этом никто не узнает а какие секреты у меня я смотрю мультики со своей сестрой у меня есть подруга в костюме лисы интересный вариант окна давайте чутка обсудим как говорится но честно мне хочется я рассказать про алису почему во первых потому что она у нее отец интересуется как мы знаем за оригинальной игр он интересуется мистика и рассказывал про духом зверей во вторых вот она про это рассказывал и такой вот намек про алису и скорее всего может восприняться даже с большим интересом я смотрю мультики со своей сестрой это слишком отмах чего но я думаю давайте попробуем подруга в костюме лисы у меня есть одна подруга полина внимательно посмотрела на меня она хорошая но местами странная ее зовут алиса точнее так и я ее назвал и почему же она странная но она одевается в костюм рыжей лисы ну и жутко ему зончик извиняюсь надо добавить потому что храм я очень поправде рад что есть вот такая вот функция у них и я даже лица ее не видел алина насторожилась ой антон это очень очень плохой знак дедушка рассказывал мне о том что к людям приходили дети в костюмах животных после чего те пропадали до сих пор неизвестно что тить что дети делают с ними но ясно одно их поглощает лес ты хочешь сказать что пропавшие дети вместо того чтобы идти домой направлять нарядились в костюм и пошли пугать прохожих я спрятал я старался хорохориться на животное чувство называемая страх все сильнее начинала одолевать овладевать да это может звучать глупо но советую тебе избегать этих животных но алиса но алиса никогда не причиняла мне зла она и не должна этого делать ее цели завлечь привести тебя в лес а как раз а как раз это со мной случилось а как раз это со мной случилось ты о чем ты о чем блин да гараж я расскажу тебе но пообещай что это останется между нами конечно ты можешь мне доверять никто не узнает я шел тогда я шел тогда от тебя я ушел тогда от тебя не потому что меня попросила мама это была алиса мы встретились как она выразилась у повешенного так и что дальше так и что дальше мы начали играть было весело мы бегали и кидались друг на друг друг в друга снежками насчитывая попадание потом незаметно для меня мы свернули в лес алиса пряталась за деревьями а я искал ее но в один момент я нашел не алису хулиганы алиса словно ушла подло сбежала а они окружили меня и начали избивать и прямо во время драки я услышал голос леса его холодный шепот приз пронизывал заставлял сопротивляться издевательством бабурина лес сказал мне как его звали одноклассники из прошлой школы свинья полина с грустным выражением лица принялась слушать дальше ярость и злость овладели мной я морально надавил на сему а потом со всей силы ударил его по лицу а что остальные хулиганы уже с интересом спросила полина не поверишь они впряглись за меня но не все было так хорошо бабурина успел вскочить и сорваться сорвать мои очки однако ромка с бяжкой осадили его избили лежачего рома это в его стиле ты с ним знаком да этот идиот клеится ко мне как бан кле клеится ко мне как банный лист рома клеится к полине а ты что не хочу я дружить с хулиганами запах табака вообще не переношу в словах полины прозвучало явное отвращение она недовольно моргнут мотнула головой но затем снова продолжил говорить своим привычным голосом ладно антош скоро урок начинается пора заходить в класс на следующей переменке да расскажешь хорошо да конечно интересно такая ситуация полина улыбнулась и же шла в кабинет неужели я смогу узнать ее получше не зря я все таки не пошел с ромкой и бяж ну честно да это реально куда приятнее ну чтож на этом я думаю мы и закончим идеальное место после такого диалога на этом и закончим следующей серии уже продолжим узнаем уже как отреагирует полина на конец рассказа скорее всего интересно будет ли он упоминать про черный гараж если он про него упомянет то будет интересно узнать а знает ли полина об этой легенде я думаю конечно много кто знает о ней не только ведь ромка с бяшей и к тому же бяша получая бяша именно этот гараж и встретил из-за чего я начал блеять пока что прямо интересно и кстати именно мне прям нравится еще один момент то что неожиданные моменты я чуть не подумал что серьезно за отказ нас реально побьют эти ромка с бяшей нас реально побьют и вторая главная одна из главных вещей за которой я просто очень люблю мне вот уже начинает прям сильно нравится другая история это серьезное развитие отношений с полиной потому что в оригинальной игре их отношения практически ну не раскрытые я видел их рут так скажем рут скажем так вот и там реально взаимодействие не так прям много но практически вообще не много небольшая прогулка именно с ней и засада с бандитами дальше еще одна небольшая ситуация когда мы встретились опять-таки в сериях в оригинальной игре у переулка в этом закоулке и уже у нее дома также предыдущих сериях кстати гляньте а тут прям все потихоньку прямо от небольших разговорщиков все так вот постепенненько развивается ладно надеюсь вам понравилось вы остались довольны ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии предлагаете игры для прохождений критикуйте если что можете дать советы как можно решить проблему с установкой модов на пиратку пиратскую версию карту на fire and если вам будет если вы знаете как и вам не лень заглядьте в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер и не забывайте жать на кладочку от витаций на колокольчик а то смотрящих наше видео с подпиской всего лишь 55 процентов а все остальные не подписаны так вы первыми будете новые оповещения получать первыми и пополните нашу маленькую семью и меня про мотивируйте выпускать видеоролики чаще и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся